Здравствуйте, с Вами технический обзор от лаборатории Астроскоп и я Виктор Леонидов. Сегодня в нашем обзоре представлен телескоп Celestron PowerSeeker 70AZ. Один из младших представителей популярной линейки для начинающих любителей астрономии. Модель представляет собой небольшой, но довольно качественный рефрактор-охромат на азимутальной вилочной монтировке, закрепленной на алюминиевом штаке. Невзирая на переменчивую осеннюю погоду и полную Луну, нам удалось поработать с телескопом на открытом воздухе и провести наблюдение ряда небесных объектов. Упаковка телескопа как всегда аккуратна, добротна и надежна. В транспортном ящике из обычного картона находится красивая подарочная коробка, внутри которой телескоп разложен по отдельным узлам в коробке. Присутствует также инструкция по сборке, эксплуатации и астрономическое программное обеспечение на компакт-дисках. Все детали заботливо разложены по индивидуальным полиэтиленовым пакетам или надежно замотаны в пузырчатую пленку. На вершине алюминиевого штатива треноги уже закреплена голова азимутальной вилочной монтировки с пазами для установки трубы. На растяжках ножек штатива прикручиваем полочку для аксессуаров, которая придаст дополнительную устойчивость штативу и на которую удобно будет складывать окуляры и прочие принадлежности. Чтобы закрепить трубу продеваем штангу тонких движений фиксатор на правом пере вилке, после чего укладываем полуоси на корпусе трубы в соответствующие пазы на монтировке и через отверстия затягиваем лентами. Далее устанавливаем и стируем искатель, то есть выставляем оптические оси искателя и телескопа параллельно используя три винта на оправе искателя. Конечно в этой модели искатель 5х24 имеет очень бюджетное исполнение, но со своей задачей справляется уверенно. Фокусер телескопа реечный, пластиковый, рассчитанный на стандартные аксессуары, дюйм с четвертью, однако достаточно хорошо обеспечивает плавный ход фокусировки. Наконец переходим к призме, да именно призме, а не диагональному зеркалу, как это обычно привыкли видеть у аналогичных моделей. Это позволяет, не прибегая к применению дополнительных линз, получать на телескопе полностью прямое изображение. Это замечательная особенность, ведь потенциальному пользователю PowerSeeker 70AZ наверняка захочется использовать телескоп как подзорную трубу для наблюдения наземных объектов. К тому же определенное удобство это имеет и в ориентировании на небе. Перейдем к оптической части телескопа. Объектив телескопа изготовлен по классической схеме длиннофокусного рефрактора-охромата с воздушным промежутком. Линзы объектива имеют качественное просветление. Внутри трубы можно заметить несколько диафрагм светоотсекателей, которые призваны обрезать паразитные лучи и улучшить контраст изображения. Одним словом, основа для построения хорошей картинки объективом однозначно присутствует. Теперь немного приходится рассказать о грустном – комплекте аксессуаров, поставляемых с телескопом. Двадцати миллиметровый обзорный окуляр, дающий увеличение в тридцать пять крат, вполне хорош. К нему претензий абсолютно никаких, со своей задачей он справляется на ура. А вот четырехмиллиметровому окуляру вопросов больше, ведь на этом телескопе он дает увеличение сто семьдесят пять крат, что гораздо больше рекомендованного максимального увеличения 2D или 140 крат. Да, возможно указать в рекламном проспекте к такой увеличении хорошо, но вот на практике пользоваться и придется не часто. Но на этом производители не успокоились, а добавили еще к комплекту трехкратную линзу Барлоу. С двадцатимиллиметровым окуляром она дает сто пятикратное, а с четырехмиллиметровым невероятные пятьсот двадцать пять крат. Да, для рекламы рассчитанной на обывателя это неплохо, но на практике пользоваться такой кратностью не выйдет. Объясняется такой комплект унификаций в рамках серии, ведь все Power Seeker имеют такой набор окуляров. К тому же все несколько усугубляется невысоким качеством этих аксессуаров, что однозначно приведет увлеченного наблюдателя к необходимости купить дополнительные окуляры для среднего и большого увеличения. Вот и мы при своих наблюдениях, кроме комплектного двадцатимиллиметрового окуляра, пользовались дополнительными окулярами десять миллиметров и шесть миллиметров. Наведем телескоп на Луну. Конечно, даже такой небольшой объектив позволяет видеть массу подробностей рельефа. Горы, кратеры, знаменитые лучи через весь диск нашей спутницы от кратера Тихо, легендарные лунные моря. Но наблюдать Луну с двадцатимиллиметровым окуляром не особенно интересно, ведь он дает лишь общую панораму. А чтобы рассмотреть отдельные подробности хочется поднять увеличение выше, для чего используем некомплектный десятимиллиметровый окуляр. Юпитер, поднявшись повыше, порадовал некоторыми деталями своей бушующей атмосферы. В некомплектный шестимиллиметровый окуляр телескоп показал очень качественную картинку. Две экваториальные полосы и полярные образования были хорошо различимы. Конечно же, четыре галилеевых спутника тоже сопровождали гиганта. Порой даже не верится, что семидесяти миллиметровый показывает столько деталей в некоторых объектах. По Сатурну картинка немного темнее, но качество не потеряло. Хорошо различимы знаменитые кольца газового гиганта и тень на них от диска планеты. Щель косини и подробности в облачном слое рассмотреть не удалось, но боковым зрением мы заметили крупнейший спутник Сатурна – Титан. Наблюдения рассеянных звездных скоплений оставили самые благоприятные впечатления о телескопе. Хороший контраст и достаточная проницаемость позволили рассмотреть все богатство звездных россыпей. Уже даже комплектный двадцатимиллиметровый окуляр прекрасно показал всю красоту известнейшего скопления Плеяды в созвездии Тельца, имеющего также название Стажары или Семь сестер. Яркая туманность Ориона, которая восходит под утро и имеет очень хорошие условия видимости, также прекрасно показала себя в этот небольшой телескоп. Нам даже удалось разрешить на звезды знаменитую трапецию, кратную звезду в самом центре туманности. Телескоп Celestron PowerSeeker 70AZ имеет неплохой потенциал и может быть рекомендован начинающим любителям астрономии для ознакомления и наблюдения ярких и крупных небесных объектов. К сильным сторонам можно отнести хорошую оптику телескопа, неплохую для такой модели механику, возможность наблюдать прямое изображение, наличие красивой подарочной упаковки. Основные же нарекания приходится уделить комплектации. Похоже, что при ее подборке преследовались исключительно маркетинговые цели для рекламы, рассчитанной на неосведомленного покупателя. Штатные увеличения 175x и 525x тому довольно яркое подтверждение, но, увы, в этом классе такие вещи довольно привычны. Но смотрите, решающим недостатком это считать нельзя. Как упоминалось выше, 20мм окуляр неплох, а докупить придется окуляры только в среднем и высоком диапазоне увеличений. С Вами был технический обзор от лаборатории Астроскоп. До скорой встречи в нашем магазине!